Здравствуйте! Это программа Патруль и я ее ведущий Антон Тарханов. Подпольный алкобизнес, напал на сотрудника полиции при исполнении и снова пьяные водители. Всем этим и не только пестрили сводки происшествий на минувшей неделе и, конечно, это не могло остаться без нашего внимания. Обо всем по порядку. Напал на сотрудника полиции. Все произошло в минувшие выходные в районе Востока Кызыла. Сотрудники ГИБДД во время патрулирования заметили подозрительную Тойоту РАВ-4. Попросили остановиться, но водитель не отреагировал и продолжил движение на высокой скорости. После погони патрулю удалось остановить джип в центре города. За рулем машины находился 26-летний козелчанин и, конечно же, был пьян. При составлении протокола об отстранении от управления автомобилем, находясь в автопатруле, мужчина оказал сотрудником полиции сопротивления. Водитель, заметив, что его автомобиль собираются эвакуировать, возмутился и стал требовать, чтобы его Тойота оставалась на месте. Водитель кричал и угрожал сотрудникам полиции, после чего стал выбираться из служебной машины. Молодой человек вел себя неадекватно и ударил сотрудника полиции. В отношении мужчины составлен административный материал. Машина помещена на штрафстоянку. Но это не все. Горе водителю теперь предстоит ответить перед законом по всей его строгости. В Мангун-Тайгинском районе произошло опрокидывание автомобиля, в результате которого пострадали два человека. 3 декабря вечером в дежурную часть пункта полиции села Мугур-Аксы поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Хандагайты-Мугур-Аксы. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что 35-летний водитель, управляя УАЗом, превысил скоростной режим и не справился с управлением. В больницу района были госпитализированы пассажиры, 27-летняя беременная женщина и 28-летний мужчина. В момент аварии участники дорожно-транспортного происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, что позволило избежать тяжелых травм. По данному факту проводится проверка. Подпольный алкобизнес организовала жительница Кызыла. 27 ноября сотрудниками полиции Кызыла в ходе рейдовых мероприятий в магазине «Продукты» по улице Рабочей выявлен факт продажи спиртосодержащей продукции. Так, 32-летняя кызылчанка, не имея лицензии и документов на водку, продала за 320 рублей бутылку объемом 500 мл со спиртосодержащей жидкостью. Сейчас в отношении женщины проводится административное расследование – розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей в пищевой продукции физическим лицом. Отметим, что женщина уже не раз попадалась в поле зрения полиции за продажу алкоголя. А в Дзунхемчикском районе полицейскими изъято свыше 700 литров алкогольной продукции. Во время несения службы госавтоинспекторами вышеупомянутого района для проверки был остановлен газ под управлением 48-летнего уроженца Мангун-Тайгинского района. При досмотре в кузове инспекторы обнаружили и изъяли более полутора тысяч бутылок водки различных наименований без акцизных марок. На требования полицейских мужчина не смог предоставить документы на перевозимый товар. В свое оправдание водитель сказал, что трое жителей Авюрского района попросили забрать 79 коробок с алкоголем в городе Абакане и доставить в Туву за вознаграждение. Незаконный товар общим объемом 705 литров изъят. Сейчас в отношении мужчин проводится проверка. А пока самое время узнать, сколько всего дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими произошло в Кызыле за минувшую неделю. С 26 ноября по 2 декабря по республике зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, где 4 человека были травмированы. За минувшую неделю в регионе сотрудниками ГИБДД задержан 41 водитель, управлявший транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 3 автоледи. В Кызыле инспекторами ДПС выявлен факт перевозки мяса сибирских диких косуль. На автодороге Р-257 Енисей инспекторами отдельной роты ДПС была остановлена автомашина марки УАЗ. В ходе проверки документов, досмотра салона и багажника сотрудниками полиции были обнаружены два огнестрельных оружия и полимерный мешок, внутри которого находились разделанная туша и две головы сибирских диких косуль. Водитель автомашины, 65-летний житель поселка Каахем Кызылского района, пояснил инспекторам ДПС, что незнакомый ему человек попросил доставить мясо косуль в город Кызыл. Выяснилось, что мужчина перевозил мясо диких животных без каких-либо документов. Разделанные туши и конечности косуль были изъяты. По данному факту дознавателям проводится проверка. У нас новая рубрика. Осторожно, пьяные водители. В ней мы будем показывать и рассказывать о любителях пьяной езды. На третьем месте водитель, который попытался скрыться от сотрудников ДПС. В минувшие дни сотрудники ГИБДД заметили подозрительный автомобиль в районе Своротка. Мало того, что водитель не хотел подчиняться дорожным полицейским, так и вовсе попытался убежать. Но попытка не увенчалась успехом. Беглеца догнали и заковали в наручники. На втором месте неподчинение. Лучшая защита – это нападение. Видимо, этой преусловутой поговоркой и пытался оправдать себя водитель ВАЗа. Мужчина сел за руль своего авто под шофе. Однако и это его не остановило. При виде патрульной машины водитель попытался скрыться, но ему это не удалось. После остановки машины инспекторам стало понятно, что мужчина пьян. Во время того, как инспекторы составляли протокол, мужчина вел себя вызывающе. Водитель обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. На первом месте – буйный водитель. Дорожный полицейский столкнулся с рьяным сопротивлением водителя. Все началось с того, что на одной из улиц Кызыла полицейские остановили подозрительную машину. Водитель был пьян и вел себя весьма грубо. И это было только начало. Гражданин оказал активное сопротивление сотрудникам полиции. Несколько раз пытался убежать. От мета-свидетельствования на состояние опьянения гражданин отказался. Давайте сначала ваши права разясню. Права разясню – хорошо. Потом на все вопросы отойдите. Да, я бы еще хотел по части… Давайте сначала ваши права разясню сначала. Подождите, молодой человек. Давай я разясню права сначала. Не-не, записывайте дальше. В чем проблема-то, я не понимаю. Подожди, пожалуйста. Вы просто рассказываете это все. Ваши права разясню. Вы не даете мне разъяснить ваши права? Да потому что вы меня уже держите, да, я хочу сходить в туалет уже более трех часов. Мы уже сходили. А зачем вы выключаете камеру? Зачем? Зачем вы? Ну давайте тогда. Не надо трогать. Вот эту запись, вот как есть она, давайте выкладывать в интернет, как она есть. Вместо того, чтобы работать, обеспечивая безопасность горожан, полицейским пришлось несколько часов потратить на человека, которому, когда он проспится, наверняка станет стыдно за свое неадекватное поведение и придется за него ответить по закону. В лечебно-исправительное учреждение номер 2 Управление Федеральной службы исполнения наказания региона попытались пронести спиртосодержащую жидкость. 28 ноября при досмотре передачи продуктов питания одному из засужденных в запакованных пачках с майонезом и кетчупом были обнаружены полиэтиленовые пакеты, в которых содержалась алкогольная продукция. За текущий год это не первый случай, когда родственники или друзья пытаются пронести в исправительные колонии запрещенные предметы. Так, за этот период были выявлены факты доставки около 7 килограмм наркотических веществ, более 100 литров спиртосодержащей жидкости, а также 96 сотовых телефонов. Управлением Федеральной службы исполнения наказания России по республике Тыва проводится значительный объем работы по предотвращению доставки в исправительные учреждения, допрещенных к использованию осужденных предметов и веществ. В соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, передача либо попытка передачи подозреваемого обвиняемого осужденных веществ и предметов, запрещенных к использованию, влечет наложение административного штрафа в размере до 5000 рублей. Попытка же передачи наркотических средств квалифицируется Уголовным кодексом Российской Федерации и предполагает ответственность в виде решения свободы на срок до 20 лет. На этом выпуск программы подошел к концу. Если что-то пропустили, смотрите ее на YouTube-канале «Тувинская единая служба информации», а также в наших группах ВКонтакте. Напоминаю, вы тоже можете стать соавтором. Просто сообщайте о происшествиях по телефонам редакции или присылайте ваши материалы на адрес электронной почты. Теперь точно все. Берегите себя и своих близких. До свидания. Внимание! Впервые «Народные деньги» объявляет акцию 10 на 10 за 10. Переплата всего 1 рубль в день. «Народные деньги» – такого еще не было. «Народные деньги» 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 Продолжение следует...